Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители. Сегодня мы с вами будем готовиться к малому суммативному оцениванию. Для этого мы должны с вами подготовиться к тестированию, то есть повторить все то, что мы проходили в этом модуле. Урок у нас будет проходить в виде викторины. Итак, первый вопрос. Верно ли утверждение, что прямоугольник в блок-схеме означает условие? Я уверена, что многие из вас ответят нет. Почему? Потому что прямоугольник означает действие. Какие мы здесь с вами видим геометрические фигуры? Это у нас эллипс и прямоугольник. Ответ, конечно же, неверно, ребята, потому что прямоугольник означает действие. Мы с вами сейчас видим здесь эллипс. Что символизирует эллипс? Эллипс символизирует начало или конец. Второй вопрос. Нам нужно с вами построить дом. Для того, чтобы построить дом, вы должны ознакомиться с теми условиями, которые вам даны. Внимательно слушайте условия. Посмотрите, нельзя установить окно, пока не сделана крыша. О чем это говорит? Это говорит, что сначала должна быть крыша, потом мы должны с вами установить окно. Второе предложение. В последнюю очередь нужно установить дверь. Значит, дверь будет последняя. Третье условие. Нельзя сделать крышу, пока не построены стены. Таким образом, ребята, какая последовательность будет у нас с вами для того, чтобы построить дом? Конечно, мы сначала должны построить стены, потом сделать крышу, установить окно, установить дверь. Ребята, какие блоки здесь еще не достают? Конечно же, начало и конец. Начало будет у нас наверху, конец будет внизу. Дальше вопрос третий. Ребята, если мы с вами будем задавать роботу блок-схему, он не выполнит ее. Почему? Потому что ему нужна специальная программа. Программа у нас записывается при помощи команд. В данном случае, для того, чтобы мы с вами справились с этой программой, давайте посмотрим условия. Мы применим данную программу к числу 2. Каким образом? При нажатии на флажок, посмотрите, у нас идет здесь блок, циклический блок. Что у нас в циклическом блоке? У нас всего здесь две команды. Умножить на 2 и прибавить 1. Но повторяться она будет, как вы видите, 5 раз. Давайте мы сначала с вами проработаем эту программу устно, а потом посмотрим ее решение уже в таблице. Итак, так как нам нужно для числа 2, мы берем число 2. Первая команда. Посмотрите, первый шаг цикла. Что мы делаем? Умножить на 2. 2 умножить на 2 будет 4. 4 плюс 1 получается 5. У нас в памяти компьютера осталось число 5. Мы идем на следующий повтор, на второй повтор уже. 5 умножить на 2 будет 10. 10 плюс 1 будет 11. В памяти компьютера осталось число 11. И таким образом мы с вами еще повторим 3 раза. Посмотрите теперь на таблицу. Итак, когда у нас было первое действие? Умножили число 2 на 2, получили 4 плюс 1, 5. Следующий шаг. 5 умножаем на 2, 10. 10 плюс 1, 11. Следующий шаг. 11 умножаем на 2, 22. Плюс 1, 23. В итоге на выходе у нас получается число 95. Следующая программа, ребята. Мы с вами на прошлом уроке говорили о поворотах. Мы с вами сейчас повторяем повороты. Каждый поворот направо или налево, каждая цифра означает 30 градусов. Давайте посмотрим следующий скрипт. Что такое скрипт? Это набор команд. Обязательно нажатие на флажок. Это наше начало. Потом вы видите, опять у нас идет циклический блок. В данном случае у нас здесь уже идет три команды. Какая команда? Повернуть направо на 30 градусов, подождать одну секунду, повернуть налево на 60 градусов. Мы с вами разобрали, что 30 градусов это поворот на одно деление. Посмотрите, начальное положение у нас на тройке. Давайте мы сначала определим один шаг цикла, какой поворот нам дает. Итак, один шаг направо, если мы поворачиваем 30 градусов, мы с вами попадаем на цифру 4. Затем подождем одну секунду и повернуть уже налево на 60 градусов. 60 градусов, как вы уже знаете, это поднятие на две цифры наверх. И таким образом мы попадаем с вами на цифру 2. Мы повернулись, значит, на сколько градусов против часовой стрелки? На 30 градусов. Это один шаг цикла, а у нас таких циклов три. Что же получается? Значит, если мы с вами за один шаг повернулись на 30 градусов влево, нам нужно выполнить три таких действия. 30 умножить на 3 будет 90. Таким образом, с цифры 3 на 3 деления мы поднимаемся влево или мы говорим против часовой стрелки, мы попадаем на цифру 12. Это мы с вами выполнили циклический блок. Но у нас есть еще одна команда, которая должна повернуть нас на 30 градусов направо. Выполнив весь цикл, ребята, мы пришли на цифру 12, но после этого у нас есть еще одна команда, которая нам говорит повернуть направо на 30 градусов. Повернув направо на 30 градусов, мы с вами попадаем на цифру 1. Таким образом, ребята, вы можете проверить. Посмотрите внимательно, запомните. Дальше, ребята, у вас идет работа на платформе. Чтобы поработать на платформе, внимательно посмотрите мои рекомендации. Ребята, мы с вами на нашей платформе. Как вы видите, у нас здесь на экране программа Scratch. Что такое программа Scratch, вы знаете. Это программа, в которой мы можем создавать мультфильмы. Но начнем, наверное, с того, что мы должны с вами собрать как мозаику вот эту вот программку. Что у нас здесь дается? Во-первых, мы с вами видим добавить спрайт. Спрайт у нас добавляется вот в этот прямоугольник. Как мы добавляем? Левой кнопкой держим и перетаскиваем сюда. Дальше. Мы с вами можем определить свойства спрайта. Свойства спрайта у нас показываются вот здесь, ребята. Поэтому я перетаскиваю свойства спрайта вот в этот прямоугольник. Помимо этого, мы можем с вами еще добавить фон. Вот здесь у нас добавить фон. Опять мы перетаскиваем вот сюда. Добавить фон. Дальше. Наши спрайты могут менять костюмы. Костюмы, ребята, как вы знаете, располагаются вот здесь. Для того, чтобы наши герои действовали, мы должны написать для них программу или, как мы говорим, скрипт. Поэтому скрипт перетаскиваем вот в это окошечко. Скрипт состоит, ребята, из списков команд. Список команд у нас располагается вот здесь. Вот видите, вот это вот все у нас список команд. Рядом, ребята, у нас располагается палитра блоков команд. Поэтому палитру блоков команд мы располагаем здесь. Дальше список спрайтов. Вы знаете, что у нас может быть не один спрайт. Сейчас вы видите, у нас на сцене только один спрайт-котик. Мы можем к нему добавить любой спрайт. Поэтому список спрайтов, если у нас несколько, он располагается вот именно здесь. Все правильно, молодец, мы идем дальше. Второе задание, ребята, мы должны с вами подобрать правильное описание для каждого блока. Здесь у нас с вами ромб. Что определяет ромб? Ромб определяет условия, на которые мы должны ответить либо да, либо нет. Эллипс обозначает что? Конец или начало. Поэтому переместим сюда. Прямоугольник, как мы говорили раньше, это есть действие. Проверим. Все правильно, продолжаем. Вот теперь мы с вами должны посмотреть, как работает программа. Какая из блок-схем соответствует программе? Ребята, здесь вам написано, когда нажат флаг, то есть начало. Начало у нас есть везде, как видите. Потом идти 10 шагов, повернуть на 90 градусов налево и идти опять 10 шагов. У нас начинается с вами шагнуть вперед, шагнуть вперед. Здесь у нас повернуть налево, повернуть направо. Значит, эти две команды уже не подходят. Из этих двух команд мы выбираем с вами, не запутайтесь, пожалуйста, ребята, налево и направо. Нам нужно повернуть налево. Значит, нас устраивает вот эта команда. Четвертое задание, ребята, мы с вами должны опять разобрать блок-схему. Мы должны с вами выполнить ее, начиная от начала. Итак, начало. Нарисуй клубничку. У нас везде клубничка. Повтор равен одному. Что значит повтор равен одному? Мы с вами берем его за единицу. Дальше у нас идет с вами условие. Единица больше трех. Нет. Раз нет, то мы с вами идем по правой стороне нарисовать малину. Малина опять есть у нас везде. Повтор равняется плюс один. Повтор плюс один. Так как у нас был один повтор, плюс один будет второй повтор. Мы с вами переходим опять на проверку условия, то есть на наш ромбик. Проверяем. Два больше трех? Нет. Два не больше трех. Значит, вами мы идем в правую сторону, где нам опять рекомендуют нарисовать малину и увеличить повтор на один. Дальше. После того, как мы с вами увеличили, у нас уже получается повторов три. Проверяем опять условие. Три больше трех? Нет. Три равняется трём. Значит, мы еще раз повторяем, нарисуем малину уже в третий раз, прибавляем опять к повтору один. Три плюс один будет четыре. Опять проверяем условие. Четыре больше трех? Да, больше трех. Тогда мы идем в левую сторону. Нам нужно нарисовать яблоко, потом нарисовать малину и заканчиваем программку. Значит, нас устраивает вот эта программа. Следующее задание, ребята, вас спрашивают, какой скрипт приведет к смене костюма после нажатия спрайта. Первое нас не устраивает. Почему? Потому что здесь нажатие на флажок. Второе нажатие на клавишу. Нам же нужно нажать на спрайт. Из этих двух спрайтов нам нужно, чтобы поменялся костюм. Здесь у нас меняется, как видите, цвет, а вот здесь у нас меняется костюм. Значит, правильный ответ будет четвертый вариант. И шестое задание, ребята. Я думаю, что вы с этим справитесь сами. Почему? Потому что повороты мы с вами разобрали. Например, первое посмотрим. Нам дает здесь поворот на 90 градусов против часовой стрелки. На 90 градусов против часовой стрелки мы с вами попадаем вот сюда. Ну и дальше проведете, ребята, сами. Ребята, дополнительное задание, как всегда у вас, идет клавиатурный тренажер. Здесь вы можете напечатать слова и проверить скорость печатания. Скорость печатания измеряется количество символов за минуту времени. Просмотрим второе задание. Второе задание, ребята, вот вам дается здесь пример. Как цифра 5 превращается, посмотрите, в надкушенное яблоко. Здесь что у нас с вами происходит? 5 вращается, увеличивается в размере, меняет цвет. А потом она еще меняет свой костюм на яблоко. И яблоко тоже меняет свой костюм. Вы должны будете сделать здесь что? Анимировать цифру 8. Каким образом вы ее анимируете? Все, что у вас есть вот здесь слева, те команды, которые у вас есть, вы можете их использовать, глядя на предыдущее задание. Точно такое же задание у вас будет третье. Здесь вы должны будете выбрать спрайт для цифры превращения. То есть вы цифру 0 должны также анимировать. Что значит анимировать? То есть она должна у вас поворачиваться, она должна у вас увеличиваться в размере, менять цвет, а потом поменять костюм на какой-либо другой. Ребята, мы рассмотрели с вами все программы на платформе. А сейчас давайте посмотрим, что мы с вами повторили на этом уроке. Мы повторили с вами алгоритмы, языки программирования, циклы, среду скрач и повороты. Успехов вам, ребята. До следующих встреч. До свидания.